Приветствую вас! Начать, пожалуй, надо с того, что вы в этой ситуации являетесь жертвой. Вы жертвуете собой и делаете то, чего делать не хотите, а именно помогать своей маме в том объеме, в каком вы это делаете сейчас. Первое, что нужно сделать, это перестать оказывать какую-либо активность по отношению к своей маме против собственной воли. Вы поймите, никому не будет хорошо, в том числе и вам, и вашей маме, если вы будете себя вот так вот изводить. Ну, никому. На маму свою вы будете злиться, на маму свою вы будете раздражаться, на себя будете злиться, на себя будете раздражаться. Вот. Из-за того, что уход отнимает так много времени. Поэтому нужно перестать приносить себя в жертву своей маме. Ну, я полагаю, что жертвенное поведение у вас, оно проявилось не только сейчас, но у вас, скорее всего, было и еще какое-то время до этого происшествия. Потому что, ну вот, я не знаю, мне кажется, что вы одна. У вас как будто бы нет мужчины, нет, значит, ну, своей семьи. Хотя, может быть, я ошибаюсь и ваша семья у вас все же есть. Вот. То есть, это позиция жертвы, а позиция, ну, такая позиция, что я делаю все для своей мамы, она вас и загоняет в тупик. Вот. И что здесь можно сделать? Как я уже сказал, нужно перестать действовать себе во вред в том, что касается вашей мамы. То есть, помощь, любая помощь, она должна быть выверенной. Чтобы это была именно помощь, а не жертвенная. И вам необходимо сперва определить границы. То есть, границы того, сколько помогаете вы, а сколько вы не помогаете. И если помощь требуется постоянно, то логично совершенно, что это должен делать профессионал. То есть, человек, которому за это, грубо говоря, будут платить деньги. Вот. И вот только так можно в этой ситуации вам выжить. Но, скорее всего, вам не позволит сделать то, о чем я говорю, с чувства вины. Вы будете винить себя. И вот здесь есть важный момент. Что чувство вины призвано, призвано делать нас, в данном случае вас, послушными. То есть, каждый раз, когда вы не хотите делать того, что вы делаете, каждый раз, когда вам не хочется делать, но вы делаете, вы действуете не по своей воле. И что важно, вот что очень важно, это то, что вы, действуя так, действуете из-за чувства вины. Причина, которому, собственно, и является ваша, ну, например, ваша мама. Которая, как бы, как бы незримо говорить вам, что вы должны, что вы должны, там, ей помогать и прочее, 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 прочее. Понимаете? Понимаете? Вот. И вот именно чувство вины нужно исправляться вам, в первую очередь. И сделать это можно в процессе индивидуальной работы. Но я предлагаю вам здесь и сейчас некоторые определенные средства, которые могут вам помочь в этом. Например, подумайте, чего бы хотела для вас ваша мама? Ну, вообще, вот, просто, в идеале, чего бы она хотела для вас? Как бы она хотела, чтобы вы, ну, я не знаю, может быть, жили, чтобы вы, может быть, взаимодействовали с другими людьми и так далее. Как? 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 Как бы она хотела, чтобы вы развивались? Подумайте об этом. И подумайте, делаете ли вы, делаете ли вы то, чего хочет ваша мама для вас? Делаете ли вы это, именно, вот, ээээ, своим таким поведением? Соответствует ли, то, что вы делаете тому, что хочет для вас ваша мама? Опять же. Вот это и является ключевой момент. Потому что, если вы не делаете этого, то вопрос тогда возникает именно такой, а зачем тогда? Вы сами этого не хотите? Мама этого не хочет. Так зачем тогда? Для чего это всё? Знаете? Поэтому, здесь нужно сделать примерно такой акцент. Вот. И дальше уже нужно будет исходить именно из того, чего хотите вы, и чего хочет ваша мама. Для вас. Знаете? Вот. Ну а в чувство вины, ещё раз повторю, и жертвенного поведения можно и нужно избавляться. Потому что оно, это поведение вам, ну, ничего хорошего вообще не даст. Кроме только опустошения, отчаяния и боли, которые вы испытываете вот именно, именно сейчас, на данный момент. Вот. Далее, вы задаёте вопрос, как продержаться? Тоже, на мой взгляд, довольно интересный, интересный момент. Как продержаться, эээ, до чего? Как продержаться, чтобы что? То есть, вот, эээ, на мой взгляд, здесь, эээ, точно нужно определиться с вашими целями. То есть, вы, если хотите продержаться, то нужно определить, продержаться, эээ, до чего. Потому что, эээ, не очень понятно. Ваша мама, она, как бы, ну, эээ, жива, и я надеюсь, что она будет, эээ, жить дальше. И я надеюсь, что вы надеетесь, я надеюсь, что вы этого хотите тоже. Поэтому, самое главное, от чего избавиться нужно, это от чувства вины и вины. И совершенно спокойно заботятся они так, как вам, эээ, позволяют ваши ресурсы. Вот. Ага. Не нужно больше. Ваша мама, какой бы она ни была, не хотела бы, чтобы вы так себя нагружали. Вот. А, значит, чувство вины, это ваш внутренний голос, который звучит у вас, ээээ, как раз, когда вы хотите сделать что-то по-своему. Ну, например. И вам нужно, эээ, учиться ладить с ним. С внутренним голосом. Подумайте. Эээ, с какой целью внутренний голос, эээ, пытается на вас, например, давить. Чего хочет внутренний голос, внутренний голос. Что ему нужно. А что нужно вам? Почему вы себя ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И, ну, в общем, этот голос. Вот примерно так нужно и мысль. Есть, конечно, и другой момент. Есть, конечно, и другой аспект данной проблемы. Он заключается, скорее, в том, что можно использовать то, что происходит с вами, да, себе во благо. То есть, например, вы смотрите за ней и, там, делаете что-то для себя, ну, параллельно. Вы смотрите за ней и делаете что-то из своих желаний параллельно. То есть, вопрос актуализации времени, которое вы тратите на, там, помощь, например, своей маме. Это распределение деятельности, значит, своей и актуализация своего потенциала. Можно это сделать, это тоже можно подкорректировать. Главное, спланировать, что вы хотите сделать для себя. И так далее, и так далее. И последний момент. Вы присматриваете за своей мамой. Значит, эм... И присмотр за ней лишает вас каких-либо сил. По какой причине? Что сильнее всего изматывает вас? Что именно... Вы принимаете на свой счет. Вот конкретно вы. Что принимаете на свой счет? Что отнимает у вас больше всего из сил? За это ответственный вы. То есть, вы какие-то вещи слишком близко принимаете к сердцу. То есть, понятно, мама болеет, ничего хорошего в этом нет. Но... Так случается... Эм... К сожалению. Так бывает. Что люди болеют. Это... Это не то, чтобы нормально. Но это случается. Это происходит. И если это происходит, если это объективно, то мы-то за это никакой ответственности не несем. Ни вы, ни ваша мама, ни кто-либо еще. Поэтому... Поэтому... Если за это никто не несет ответственности, то... Нужно, чтобы вы перестали воспринимать поведение своей мамы на свой счет. Она больной человек. Если она больной человек, то и относиться к ней нужно так, а... Как будто она действительно больной человек. То есть, ребенок... Неразумное дитя... Не воспринимает ее всерьез. Грубо говоря. А вы это делаете. Вы воспринимаете твою маму всерьез. И... У этого... У... Восприятия своей мамы всерьез. Есть свои причины. То есть, есть... Какие-то причины... По которым вы... Воспринимаете... Свою маму всерьез. Я очень... Хотел бы... Чтобы вы... Определили для себя этот момент. То есть... Как... И... Что... Опосредует... Обуславливает... Восприятие вашей мамы настолько... Серьез. Что... Это вытягивает из вас... Все... Силы... Эээ... Шоки... И вы попадаете в состояние бессилия и отчаяния. А может быть... Может быть... Вы... И хотите... В это состояние... Спасть. Может быть... Вы... И хотите... Чувствовать себя так. Потому что только так... В состоянии бессилия... Вы чувствуете себя хорошо. Подумайте об этом. Вы пишите... Прошу вашей помощи. Хорошо. Какой помощи вы хотите? Как вы представляете себе помощь? Эээ... Психологов. Например. Помощь психолога происходит в процессе индивидуальной работы с вами. Именно в психотерапии. Которая невозможна без... Эээ... Одновременного участия и вас, и психолога. Так... Вот и подумайте, какой помощи вы хотите. Быть может, имеет смысл обратиться очно к психологу по месту вашего жительства. Может быть, имеет смысл на сайте выбрать себе эксперта и с ним поработать. Я полагаю, что если вы хотите реальной помощи, то нужно смотреть именно в этом направлении. Но... При желании... При желании... Вы сможете... Эээ... Изменить свое отношение к тому, что происходит. И с тем, что я вам дал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...